Хорошо. Я вас приветствую в любови нашего Господа Ишуа Машьеха или Иисуса Христа. И хочу передать вам привет от всех святых моего города, Иерусалима или Иерусалима. Принимаете, нет? На дно? Что случилось? Все веганами стали или что такое? И давайте вот что еще. Больше всего я боюсь на свете серьезных лиц. Все самые глупые вещи в мире делаются именно с этими выражениями лица. Поэтому, знаете, наш Господь Бог настолько великий Бог, что Он позволяет нам любить друг друга. Это правда? А если Он вам позволяет любить друг друга, я никогда не видел, чтобы кто-то признавался друг другу в любви сумрачным выражением на лице. Потому что если бы Господь сказал, да люблю я вас, мы бы Ему не поверили. И тут была одна песня, которая, я даже не знаю, как к этому относиться. Господи поется в этой песне, я знаю, что ты не человек. А кто? Сказать то же самое, что Господи, ты не человек, это сказать, что Господи, ты не Бог. Нет, Он, конечно же, Бог, который сотворил небо и землю и нас вместе с вами. Но сказать, что Он не человек, это такая же ересь, как сказать, что Он не Бог. Потому что наш Господь Иисус Христос на 100% Бог и на 100% человек. А если бы Он не был на 100% человеком, никого из нас здесь бы не был. Потому что на кресте умирал человек Иисус Христос. И человек Иисус Христос был распят. И человек Иисус Христос умер. И человек Иисус Христос воскрес. И благодаря этому, и потому что Он Бог, мы можем иметь с вами вечную жизнь. Я был, вот слушал вот этот замечательный, нет, не псалом, молитву, которую пел брат совершенно потрясающим голосом. Надеюсь, вам тоже понравилось. Но мне это, знаете, сюрпризы бывают разные. Я сюрпризов боюсь. В моей жизни как не сюрприз, так ужас какой-то. А здесь один из сюрпризов, который на самом деле просто замечательный. Ну вот просто грело мою душу. И вот сидел и слушал. И вот он молитва, там у нас там, из поколения в поколение. Я подумал, мой офис находится на улице Дор-Дор-Бедоршав. Поколение, следующее поколение и еще поколение. Это для меня было так близко, потому что это живое. И Господь Бог дал нам жить в нем на поколение. До тысячи поколений распространяется его слово. И влияние Духа Святого от детей. Я слышал, 14 детей. Это же всего поколений. Три раза по 14, помните? До Иисуса Христа. Это символически. А знаете, что значит 14 на еврите? Давид. 14 это Давид. Поэтому тут совершенно потрясающий символизм в Писании. И еще 7 и 7. Два полных числа. Просто какая-то фантастика поколения. Нам в Советском Союзе вбивали в головы, что следующее поколение людей будет жить где? Слава Богу, мы там не живем. Следующее поколение живет в Царстве Небесном. И по моим представлениям, Царство Небесное намного лучше, чем коммунизм. Михаил Сергеевич Горбачев когда-то сказал, что Иисус Христос был первым коммунистом. Да простятся Михаилу Сергеевичу и этот грех в том числе. А вот он еще пел, брат, и говорил, что вот это дор ли дор, это поколение, или поколение душата. То есть святость Господа Бога будет ле нецахим. Вечность вечностей. Вот ту благодать, которую мы имеем от Господа Бога, она не просто вечность, это вечность вечности. Но поскольку у нас сегодня вот так вот для введения ликбез еврейский, давайте два слова по этому поводу. Что значит медор, ледор, из поколения в поколение, к душата, его святость, нецах нацахим. Нецах на еврите это вечность. Но нецах на еврите это еще и победа. И нецах, это менацеах, это еще и дирижер. Тот, который ведет всю эту небесную симфонию. То есть когда Господь Бог говорит, что это будет из поколения в поколение, и говорит, что это будет на вечность вечностную, то Он тем самым говорит, что я никогда не перестану руководить всеми святыми, которых я определил на поколение. И Он при этом говорит, что кода или финал вот этого всего, что я устроил, будет обязательно нецах, победа. Иными словами, если совсем на еврите, это звучит так. Анимы нацеах нецах, ле нецах нецахим. Что обозначает, святость моя, данная вам в поколении, будет в вечности, в которой я буду победителем, и которой я всегда буду руководить, и никогда, ни на секунду не отлучусь от вас. Это вот так вот, просто понятно, всем понятно, естественно, всем. Вы же все читаете на еврите, правда? Нет? Как это возможно? Ну ладно. Понятно, что нет. Главное, что мы в духе понимаем друг друга, и это, безусловно, важнейшая вещь. Давайте я вам расскажу несколько... Давайте я поделю вообще все, что я буду здесь рассказывать, может быть, на две части, ну, неравные части. Я немножко расскажу о служении, которое происходит сейчас в Израиле. И потом, естественно, я поделюсь Словом Божьим. Я живу в маленькой стране, в маленьких глазах людей. Настолько маленькой, что я даже не обнаружил ее на той карте, которая вот была здесь, когда брат начал свое выступление. Иран был, Ирак был, Сирия была, Грузия была, Иордания была, которая по размеру такая, как Израиль. А Израиля не было. Ну, смотрите, какой-то там Израиль. Знаете, то, что мелкое в глазах Господа Бога, необязательно мелкое в глазах... То, что... Что-то мелкое в глазах людей, необязательно мелкое в глазах Господа Бога. И Господь Бог презрел, на самом деле, на эту землю. И презрел на этот народ. Малый, жестокосердный, непокорный народ. Но именно из этого народа, именно из семени Авраама, именно из потомка его, Исаака, и его сына, Иакова, он воздвиг те самые двенадцать колен, которые, собственно, и стали Израилем. И с одного из этих колен, из колена Иуды, произошел наш Господь. Произошел наш Господь. И этот Господь, который умер за грехи всех нас и воскрес для нашего оправдания. Кстати, интересная вещь. Я был несколько лет назад на одном таком очень серьезном форуме, на котором выступал я, выступал главный епископ всех католиков Израиля, и еще один брат из Пресвитарианской церкви. И когда... А, да, в зале присутствовала большая делегация протестантских пасторов из Скандинавии. И вот, один из братьев, когда мы уже закончили свои выступления, который сидел в зале, он поднял руку и говорит, ну, ладно, говорит, я понимаю, Иисус, в общем-то, он был евреем. На что? Тот епископ-католик, который сидел возле меня, вскочил на ноги и закричал, нет, он не был евреем. Он есть сейчас еврей. Знаете, для меня было поразительно, что из уст католика я услышал слова, которые мне хотелось бы слышать из уст протестантов. Да, он пришел к своим, и свои его не приняли. Да, он был распят в городе Иерусалиме, и народ кричал, распни его, распни. Да, этот народ кричал кровь его на нас и на наших детях. Да, апостол Павел говорил, что если не принимают, отряхните, как пыль, со своих ног. И каждый раз, когда он приходил в Новый город, первое место, куда он шел, он опять шел к евреям. Да, как народ, они не приняли его. Но Писание в своем откровении, в пророчестве данном, в послании к криминам, он говорит, что будет день, когда спасется весь Израиль. Весь Израиль по плоти станет верующим в Иешуа, Амашеха, Виисуса Христа. Да, этот день обязательно будет. И да, именно в Иерусалим, и да, именно на Оливную гору вернется наш Господь, Иисус Христос, чтобы, да, из Иерусалима править вместе со всеми нами тысячу лет, наслаждаясь совершенно ничем, несравнимым, несравнимым видением Его славы перед нами. Да. И Господь говорит, говорит, что Он никому и никогда не отдаст Своей славы. Но в чем Его слава? Слава Господа Бога, самое главное для Него в том, что Его начнут величать как Господа, а не просто как человека, не просто как родившегося и умершего, не просто как жившего и воскресшего, но как того, кто устроил мир и послал Сына Своего, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В 48-м году, 71 год назад, воскресло из пепла, что называется, государство Израиль. Это было пророчество из Итиля, который когда-то сказал, что из костей, которые я обтяну плотью и жилами, я вдохну в них дух, который повеет от четырех концов земли, и вот большое движение и шум. В Израиль собирались люди, остаток Израиля, который выжил после того, как было уничтожено 6 миллионов евреев. Половина всего еврейского населения мира была уничтожена, сгорела в газовых камерах, было убито, уничтожено, растоптано, изнасиловано, развеяно по пеплу, но остаток сохранился. И вот они приезжали в Израиль без семей, больные, изуродованные, полуубитые. Мой отец, который после освобождения в 45-м году, человек, который был рост метр восемьдесят сантиметров, весил 42 килограмма. И вот в Израиль приезжали такие люди, в буквальном смысле, ходячие скелеты, потерявшие все и всех, и многие из них надежду. Но даже для таких людей Господь Бог уготовил землю. И Он собирает сейчас свой народ в неверии для того, чтобы, когда наступит день, они могли подзреть и увидеть того, кто умер за их грехи. В 48-м году в Израиле было 23 еврея. 23, которые верили, что Иисус Христос есть Бог и есть Мессия Израиля. 23. Все. В 89-м году, когда мы приехали, 30 лет назад, в Израиле было одна тысяча евреев, которые верили в Иисуса Христа. сегодня мы не знаем точные цифры, но мы говорим 50 тысяч. Дорогие мои, спасибо. 23 тысяча 50 тысяч. И это то, что делает Господь Бог в Израиле. по великой милости Божьей Господь Бог дал мне уже много лет руководить миссией, которая называется Байцар Шалом или Дом Царя Мира. И в этой миссии мы занимаемся тем, что, в общем-то, к чему мы все призваны? Мы говорим еврейскому народу, что еврейский народ должен верить в еврейского миссию. И что Иисус пришел, во-первых, для Иудея, а также и для Эллина. И мы верим, что Господь Бог когда-нибудь спасет весь Израиль, но для того, чтобы это произошло, Израиль должен воскликнуть благословен грядущий во имя Господне. Писание также говорит, что ради вас, мои дорогие возлюбленные, в свое время была пелена на глазах Израиля. И Писание также говорит, что на вас, мои дорогие друзья, христиане, лежит ответственность для того, чтобы вы могли возбуждать ревность в Израильтях. Ревность чем? Словами о том, что там будет все хорошо, я долго-долго проповедовал Евангелие одному человеку, который умер уже. я говорил ему, там все будет хорошо, там все будет замечательно. Спасибо. ему было 94 года. Два с половиной года он провел в Освенциме, когда ему было всего ничего лет, 22 года. И он стоял возле печей, и днем и ночью два с половиной года он грузил трупы детей, младенцев, женщин, мужчин и сжигали там эти трупы два с половиной года. Когда я ему говорил о жизни там, он даже не спорил со мной, а у меня язык не поворачивался спорить с ним, кто я такой. Я никогда не пойму того, что там на самом деле происходило. Или я встретился с одной женщиной, которая, слава Богу, пришла к Иисусу Христу. Но когда я встретился с ней в Израиле больше десяти лет назад, она рассказала мне свою историю. Мы собрались в одном зале, мы собрали очень много переживших катастрофу, и я рассказывал им, что Иисус любит их, что Иисус умер за них. И это правда, истинная правда. И она сидела вот так вот и плакала. А потом, когда закончилось все, я был такой радостный от того, что люди услышали благую весть, и кто-то даже плакал. Да, бывает так, когда вы радуетесь от того, что кто-то плачет, потому что вы думаете, что люди плачут от радости. А она подошла ко мне и говорит, хотите, я вам расскажу свою историю? Да? Она рассказала мне, что когда ей было восемь лет, ее расстреляли. она стояла возле края ямы и ее расстреляли. Но в последнюю секунду мама ее, которая стояла рядом с ней, закрыла ее своим телом. Почти 300 человек их побросали в эту яму, закопали с землей. Она лежала раненая, но не убитая. Одна дней тело ее остывающей мамой. И мама умерла. И последнее, что она помнит о своей маме, это то, что мама остыла над ней, прикрыв ее своим телом. Она вылезла из этой ямы чудом ночи. Скрывалась несколько дней в лесу, ее нашли слава Богу люди, вина которых была в том, что они родились евреями. В Израиле трудно проповедовать Евангелие. Семь долгих лет у нас заняло ходить к этой женщине и молчать. Так, как делали друзья Иова, по крайней мере, пиалу неделю. Молчать, показывая тем самым сострадание и любовь. Семь лет, как трудился Яков. Первый раз, второй раз и в третий раз. И мы ничего не говорили. Потому что любым словом можно было нарушить святость имени Бога в ее доме. И все, что мы делали, она была уже старенькая. Мы убирали ее дома, накрасили стены, ловили тараканов, кормили ее, тогда, когда она уже перестала ходить. И через семь лет, в первый раз, она сказала, зачем вы все это делаете. Я повторил, потому что мы любим Иисуса Христа. Спустя год она приняла Спасителя и через год умерла. Все вместе заняло почти десять лет. И вы скажете, как брат правильно говорит, по деньгам невыгодно ехать в Беслан. Так по деньгам невыгодно заботиться об этой одной душе. It doesn't pay off. Гораздо лучше съездить, я не знаю, в парк, купить большой микрофон, как моя голова, поставить колонки, врубить рог, прибегут люди, как мухи на мед, а вы им раз, и вернете про Иисуса Христа. И очень может быть, что кто-то поднимет руку, а если вы сделаете еще а-ля бенихин, закройте глазки и повторите три-четыре раза, ну люди из вежливости, ну поднимут, а вы сделаете себе в бит. Еще сто человек пришло. И отрепортируете, ну да, вот куда идут Божьи деньги. Вот ничего такого не происходит в Израиле. Я подозреваю, что тот посчитает таким образом выгодно ехать в Беслан или невыгодно. Он не понимает, что Иисусу умирать-то было невыгодно. Это была самая отвратительная с точки зрения бизнеса сделка за всю мировую историю, когда самое лучшее отдается за самое худшее. И это самое худшее еще в огромном количестве. Я уверяю вас, вы бы в своей жизни такую торговую сделку не совершили. Потому что это не имеет смысла, если вы будете искать доход. Но если вы будете понимать, что чем больше мы отдаем, тем больше мы там имеем, то это другая математика. Это небесная математика. Любовь к человеку к человеку основана на жертвенности. И никакого лучшего дохода, как умереть за своих родных и близких, я в своей жизни не чаю. И надеюсь, вы тоже есть небесная математика. И я очень рад, что Господь Бог дает мне такую потрясающую возможность служить Ему словом и жизнью. Жизнью и словом. Словом, которое жизнь, и жизнью, которое слово. Пусть никто не чает, что он закладывает основание и фундамент или заливает туда цемент для Царства Небесного на земле, если он говорит одно, думает другое, а делает третье. Наша жизнь это то, что в конечном итоге является главным свидетельством откровения, которое мы получаем от Писания для нашего Господа. Наша жизнь кричит со страниц Евангелия. Мы с вами ходячее Евангелие, потому что люди ревнуют не о том, что мы им рассказываем, что будет, потому что мы-то верим в это, а они нет. Если бы они верили в это, нам не надо было бы имя Евангелия проповедовать. Люди смотрят на нашу жизнь. Люди, как Фомы неверующие, хотят коснуться ран Иисуса Христа на нашем теле, и у нас нет права не предоставлять наши тела жертву святую, богоугодную, для разумного служения нашего. Дайте людям коснуться своей жизни. Дайте людям зайти к вам дом. Не тогда, когда вы договорились за месяц и сказали своим детям, смотри, пастор придет, чтоб ты вел себя нормально. Или мне всегда нравится, в церкви так себя не ведут, то исти под дома можно, а в церкви нет. Вот когда наш дом открыт и вовремя, и не вовремя, и когда наше сердце и наша жизнь не заранее подготовлены, а такие, какие есть, вы же дышите не потому, что вам сказали, так начали дышать, да? Вы дышите потому, что это ваша жизнь. Потому, что если вы перестанете дышать, вы умрете. Если Евангелие перестанет отражаться в вашей жизни, это как солнце, которое перестанет сиять. Солнце не напрягается, чтобы сиять. Сияние есть способ существования солнца. Наша жизнь есть образ существования Евангелия в нашем сердце. И это то, к чему призвана церковь сегодня. Проповедовать Евангелие словом и делом. Делом и словом. К тому же на еврите слово-слово и слово-дело это одно и то же слово. Потому, что Господь Бог сказал и стало. Мне очень хотелось, когда я говорю о работе в Израиле, о служении в Израиле, или в любой точке земного шара, от Беслана до Биробиджана. Понимаете, мои дорогие друзья, мы сами отправляем миссионеров. Почему миссионеру гораздо проще служить за 10 тысяч миль от своего дома, чем там, где он живет? Да потому, что там его никто не знает и он может говорить все, что угодно. А у себя его знают соседи, семья, папа, мама, друзья его очень хорошо знают. И стоит ему что-то сказать, они немедленно как ту линейку прикладывают к нему, насколько его слово соответствует тому, кто он есть. Поэтому, когда мы уезжаем на миссию, на любимое слово, вот то, что говорил брат, тронуло мое сердце, понимаете? не просто приехать и рассказать, что Иисус есть Христос, ну что, он сам не может рассказать, можешь? А приехать и дать людям пощупать руками вот эту любовь, которую, несмотря на что, на расходы, на расстояние, на опасности вы принесли с собой, и она у вас. Это то, что с моей точки зрения все меньше и меньше есть у церкви вселенской сегодня, потому что мы как-то обособились, каждый в своем углу, мой дом, моя крепость, не дай Бог, кто-то зайдет и увидит, а гости придут быстро убираться, сами живем в свинюшнике, гости пришли убираться, нас гораздо больше интересует, что на фасаде, скоро будет Рождество, начнем украшать, да, чтобы все видели, чем то, что происходит у нас внутри. Еще один урок еврита. Слово внутри и слово снаружи на еврите, это одно и то же слово. Помните Пенуэль, да, я себе видел лицо Господа Бога, по ним это лицо, по ним это внутренность, потому что наше лицо, если не соответствует нашей внутренности, ну, дьявол тоже знает слова Писания. И мы очень нуждаемся в вас, в вашем свидетельстве, в вашей жизни, которую израильтяне могут видеть. Мне очень бы хотелось, чтобы все больше и больше израильтян, я сам пришел к Господу по свидетельству не еврея, жизнь, которого я наблюдал долго в Израиле, и это было самым главным, что склонило чашу весов к Иисусу Христу в моей жизни. Писание, да, и жизнь этого верующего замечательного брата, который до сих пор мой друг. И мне очень бы хотелось, чтобы вот эти цифры, которые я вам говорю, вот 50 тысяч, дай Бог мне еще прожить 5 лет или 10, я не откажусь от 20, но как Господу будет угодно, чтобы я пришел вам и сказал, помните, я вам говорил 50, так вот сейчас нас 5 миллионов, мне бы очень этого хотелось, но я верю, что это произойдет, знаете, может ли Господь Бог сделать все это без нас, да, запросто, Он дает нам привилегию и честь быть Его соучастником, Его соработником, поэтому вы не делаете Ему одолжение, и вы израильтянам не делаете никакого одолжения, вам выпала великая честь, вас позвали на пир к царю, и не делайте при этом вид, ну ладно, если будет время, я приду, я же такой крутой, я уже 25 лет в Господе, и знаю Евангелие от Луки наизусть, и мне очень бы хотелось, чтобы мы, поэтому я хочу воспользоваться возможностью, пригласить миссионеров на тот труд, который мы делаем, а это служение среди переживших катастрофу, их осталось всего 130 тысяч в Израиле, и они умирают почти 20 тысяч в год, то есть легко посчитать, что через 5-6 лет никого не останется, люди, которые жизнь сломала, трудно себе даже представить, как, мы несем служение среди детей, устраиваем молодежные детские лагеря в Израиле и за границей, мы несем служение среди солдат армии обороны Израиля, и наши солдаты просто лучшие верующие солдаты, у нас есть служение среди матерей, одиночек, которые потеряли своих мужей из-за террористических актов, а также конференции, библейские занятия, молитвенные служения, основания церквей, распределительные центры, гуманитарная помощь, помощь пережившим катастрофу и помощь тем, которые переживают личную катастрофу и которые наркоманы или алкоголики. И Господь Бог дает нам великую, великую милость свидетельствовать об Иисусе Христе. Я не могу сказать, что сейчас у нас в Израиле происходит волна какая-то новая или пробуждение и когда сотни тысяч приходят ежедневно к Господу. Я бы очень хотел. Но я могу сказать следующее, что никогда со времен Иисуса Христа на земле Израиля не было такого количества евреев, верующих в Иисуса Христа, как сейчас. И у меня есть честь величайшая проповедовать Евангелие Иисуса Христа, Его народу, на Его языке, в Его городе, я живу в Иерусалиме и видеть плод замечательный, который это приносит. Я вчера был на дне рождения, позавчера, у одного пастора, его за меня сидел, брат, Бог Господи, тоже пастор одной из церквей, и он сказал мне, вот ты не знаешь, но 20 лет назад, когда ты проповедовал в нашей церкви, покаялась моя средняя дочь. Вот я стал плакать, как малое дитё. Я знаю те, которые мне говорят, что когда они услышали Слово Божие, они проймели Иисуса. Я говорю, Господи, по какой великой милости ты вдруг сделал для меня известным, что есть ещё одна душа, которую я не знаю и никогда не узнаю, пока не буду там, когда ты сподобил меня, дал мне вирочайшую честь узнать, что кто-то ещё пришёл. Родейте не о том, что ваши имена будут записаны в книгах здесь на земле, и что вам принесут благодарность, и что вас будут бить челом, спасибо тебе, что ты накормил, напоил, одел. Родейте о том, что это всё записывается в книгу жизни. Давайте отложим благодарность за наш великий труд. Вот мы трудимся велико, дышим, вот нас заставляют дышать, да если мы его, но мы не можем не дышать, мы не можем не благовестовать, мы не можем не жить замечательно, ну просто не можем. За что же нас благодарить-то? И Писание призывает всех и каждого, не важно где, здесь, в Сакраменто, в Израиле, в Иерусалиме, в Беслане и до краев земли. К одному и тому же. Люди, может быть, вам пора стать чуть-чуть более человечными, а не только духовными. Потому что я хочу ещё раз напомнить, то, с чего мы начали. Иисус на сто процентов Бог и как Бог Он Дух, но Иисус на сто процентов человек. И вот мне кажется, что сегодняшнему духовному человеку чуть-чуть не хватает обыкновенной человеческой человечности, не хватает тепла, желания помолчать сострадающимися, и вы не поверите порадоваться с радующимися. Нет, плакать с плачущими, но мы ещё как-то полбеды готовы. А вот порадоваться, когда кому-то хорошо, есть у нас с этим проблемы. Мне бы очень хотелось, чтобы церковь перестала быть таким айсбергом, к которому притронуться даже страшно. А если с ним столкнёшься, вообще корову. Мне бы хотелось, чтобы церковь была таким местом, куда человек рвётся. Причём не просто верующий человек. Вспомните вторую главу Деяния апостола, да? Церковь находилась в любви у всего народа. Помните? Или мы забыли про это? У народа какого находилась церковь в любви? У неверующего. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Я молюсь постоянно о том, чтобы церковь находилась в любви у народа. Я не думаю, знаете, я не чаю себе надежд, что тут же приберут все вот эти и начнут меня обнимать и вас вместе с ними и говорить, какие вы классные. но по крайней мере мы не имеем права отталкивать тех, которые могут к нам прийти. И вместо постоянно бросаемых осуждений в адрес тех, кто еще здесь не сидит, может быть церкви стоит выйти из своего осадного положения, из своей консервной банки и перестать бояться опасности, быть подпорченными, потому что если она закроется, она сто процентов протухнет. Выбора то нет. Поэтому мой призыв к вам, к нам, ко всем, давайте идти туда и давайте показывать нашу с вами жизнь, которая будет начертана большими буквами Иисус Христос Спаситель Человечества. Я хочу поделиться с вами сегодня так же Словом Божьим в то время, которое у меня осталось. Я буду читать вам Евангелие от Моисея. Я не ошибся. Евангелие на еврейце Псура обозначает благая весть. Без сомнения, то, что принес Моисей, была благая весть. И Исаия приходил с благой вестью, особенно, когда он свидетельствовал о Сыне, которого Дева примет и родит. И все авторы Писания это все благая весть, потому что автор Писания наш Господь Бог. Я буду читать Евангелие от Моисея, первая книга Бытие, 28 глава. Могу на еврейце, хотите? Быйце Яков Оке Медер Шева Вей Лех Вет Игна Вей Ив Га Б Мак Вей Лен Шама Ки И Маш Шем И Ках И так дальше. Все поняли. Покинув Бер Шеву, Яков направился в Харан. Я читаю новый русский перевод, так что такая вот книжка. У меня наполовину на еврейце, наполовину по-русски. Я с первого стиха читаю. А, вру. Не с первого, с десятого стиха. 28 глава, десятый стих. Покинув Бер Шеву, Яков направился в Харан. И, дойдя на некоего места, он остановился застегнутый ночью. Лег спать, положив под голову камень. И во сне он увидел лестницу, соединявшую небо и землю. Ангелы Божии поднимались и спускались по ней. И Господь стоял на вершине и говорил Якову, Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего и Бога Исаака. Яков. Человек, который доказал на своей жизни, что жить для выживания смысла нет. Знаете, если вы сейчас у себя спросите, не поворачивайте голову по направлению к другим, а спросите у себя, я живу или я выживаю? То есть, я борюсь за жизнь со всеми своими ежедневными проблемами или я живу для чего-то? Спросите себя. Я убежден, что большая часть, может быть, не большая часть, которая запуталась в этой суете ежедневной и в походах из магазина на работу и на работу в магазин от новой машины к заправочной станции и поездками от Гавайи до Мелитополя я убежден, что многие из вас в семьях, которые они когда-то создали и от которых непонятно, они страдают больше или радуются. Жизнь по привычке, как курица с отрубленной головой, которая бежит, но уже не соображает зачем. Жить ради выживания грешно. Это значит не ценить того, что Иисус умер для того, чтобы мы жили и жили с избытком. Жить надо согласно большему видению, которое у вас есть. Если каждое утро проснувшись, вы не задаете себе вопрос, пусть не словами, пусть ощущениями, зачем мне Господь Бог даровал еще один день. Знаете, еврейская молитва утренняя начинается со слов «Благодарю Тебя, Господи, что я воскрес и что Ты пробудил меня для новой жизни». Потому что никакой гарантии, когда вы идете спать, что вы проснетесь, у вас нет. Евреи рассматривают сон, как репетицию смерти. Так вот, если каждое утро вы вдруг не перестали понимать, зачем вам этот еще один день и вам опять надо осуществлять этот сизифов труд и катить этот камень, это не то, зачем Господь вас призвал. У Якова здесь он лежит и было у него видение. Большое видение. У Якова всегда были видения, да, как каждый из нас, как каждый человек, он искал пути, как это сделать. И да, эти пути не всегда были прямыми путями. Он хотел. Даже тогда, когда он знал, что у него не может быть первого родства, потому что он не родился первым, он его хотел. Он страстно хотел. У Павла, который гнал последователей Иисуса, но он гнал их страстно, у него было видение. Господь в состоянии поменять наше видение. Единственное, чего с нами никогда не происходит, если мы мертвы и отказываемся оживляться, несмотря на то, что Господь хочет, чтобы мы встали, с этим сделать ничего нельзя. Иисус может стоять сколько угодно с протянутыми руками и говорить, придите ко мне все труждающиеся, я, я обремененные, и я успокою вас. Его смерти недостаточно для нашего спасения, если мы не отвечаем на этот призыв. Он умер за нас, и Он говорит, придите ко мне, но приходим ли мы, слышим ли мы Его голос. Господь Бог знает, что мы не можем сделать совершенно так, как Он хочет. Он понимает, что у нас есть проблемы, большие проблемы по нашей жизни. Почему Он от нас требует, чтобы наша жизнь была жизнь с видением, чтобы нам хотелось постоянно чего-то сделать для Него, чтобы мы постоянно думали своей душой и своим сердцем, как мне прожить этот день, чтобы угодить Господу Богу, а не только своей плоти. И у Якова это потрясающее видение. И он видит лестницу, которая одним концом упирается в землю и другим концом в небеса. На еврейте Шамайма. И ангелы поднимаются по ней, Малхейл поднимаются под ней вверх и вниз. Вверх и вниз. И Писание говорит Эле Олим Эле Юргим. Все толкователи как один, и еврейские, и не еврейские, из тех, что я читал, говорят, что на самом деле самое главное, что в этом видении есть, это связь, которая есть между Богом и людьми. Царство Небесное начинается на земле. И если оно не началось на земле в вашей жизни, не обманывайтесь, никакой жизни после жизни или жизни после смерти у вас не будет, потому что войти в Царство Небесное или стать на эту лестницу можно только пока мы здесь. ни у кого никогда не получится не подходя к этой лестнице после смерти запрыгнуть туда, что мы думаем, является Царством Небесным. И все это введение с ангелами вверх и вниз должно просто было показать Якову, что там Слово Божие не за горами, не за небесами, не за морями, оно начинается здесь. И поднявшись, получая Слово Божие, там оно бесполезно. Ты должен спускаться с этим Словом вниз на эту землю, к людям. Сила Слова Божия не в том, что оно нужно Богу. Уж поверьте, Бог знает Своё Слово наизусть. Сила Слова Божия в том, что оно нужно нам. Мы Моисей и Арон поднимаясь на гору Синай, спускались к людям с этими скрижалями для того, чтобы люди могли пользоваться здесь на земле то, что они получают там, на высотах. Дорогие мои, это призвание ко всей нашей церкви. Если церковь не научится творить при помощи Слова Божьего жизнь на этой земле, то напрасно умер Христос. Он умер не только для того, чтобы мы побеждали в Олимпиадах на знание Слова Божия. Знание Слова Божия я знаю, кто победит на этой Олимпиаде. И вы знаете, кто. Который знает её наизусть. У него нет самого главного, у него нет любви. А без любви угодить Господу Богу невозможно. Знание Писания это жизнь согласно этому Писанию. Даром получили, даром отдавайте. Взошли и спустились к людям. И ангелы, которые поднимаются вверх, они, знаете, сколько у нас сегодня еврит, так вот смысл слова, просто поверьте мне, числовое значение в еврите нету цифр, есть буквы. Слово лестница, слово синай, слово богатство и слово бедность одно и то же значение. Я знаю, вы не прочитаете это здесь. И все мудрецы говорят, ну, конечно, потому что точно так же, как мы поднимаемся по этой лестнице вверх, мы должны спускаться вниз к людям. И точно так же, как вы можете своим богатством служить Богу, точно так же, как Корей, который был чудовищно богат, он со своим богатством провалился по землю, потому что он не тому служил. Это не важно, сколько мы имеем. Важно, счастливы мы тем, что мы имеем. И будучи счастливы тем, что мы имеем, готовы ли мы делиться радостно с другими, потому что блажение все-таки отдавать, чем принимать. блажение все-таки делиться Святым Духом, который у нас в сердце, потому что чем больше мы делимся, тем больше у нас Его есть. И чем меньше мы Его отдаем, тем меньше внутри нас остается. Иногда Писание говорит нам здесь, что это место было страшное. И нас Яков патриарх, тот, который жал жизнь двенадцати коленом. Мы жалуемся, да, на нашу жизнь. Он положил себе под голову камни. Мы, конечно же, крутые, новозаветные верующие, как многие из нас, имея в обетовании всю землю, будут согласны со всей нашей крутостью подложить себе под голову камень, реально камень, понимаете, камень, и при этом не роптать. Это человек, который имел видение. И тогда, когда ему было страшно, да, иногда он чувствовал себя богооставленным. Да наш Господь, Иисус Христос, я уж не знаю, я не богослов, это его человеческая часть или божественная часть, но он говорил, Боже, зачем, почему ты меня оставил, Ава, Ава. Он ощущал себя оставленным, мне это страшно. Но я думаю, после любого падения возможен подъем, хотя после любого подъема возможно падение. очень часто для того, чтобы почувствовать нужду в Господе Боге, мы в отчаянии, в ужасе, в кошмаре должны до липоты на нашей коже ощутить этот ужас богооставленности, когда мы заняты своими нудными делами, а Бога нету. И может быть, Господь Бог некоторых даже попускает заболеть, потому что иначе не достучаться. И мы принимаем от Господа Бога все, и тогда, когда им хорошо, и когда мы думаем, что нам плохо. Яков один из тех людей, которые не то слово несовершенные. Но совершенным людям Бог не нужен. Именно потому, что мы грешники и преданы греху, и по нашим делам и по нашей жизни достойны только ада и смерти, только потому, что доктор нужен больному человеку. Именно поэтому мы взываем Господу Алла Отче. Я хочу ободрить вас. Еще не все потеряно. Но у нас есть все. Я знаю, мы привыкли думать, что у нас есть все. Я хочу, чтобы мы стали жить так, как будто бы у нас есть все. Я хочу, чтобы каждый человек, который встречает нас на улице, даже не зная, что мы верим в Иисуса Христа, мог прочитать это на нашем лице. Радость, улыбку. Этого невозможно подменить. Это или есть, или его нет. И дайте этому человеку захотеть быть, как вы. И тогда у вас появляется не просто обязанность, но право сказать надо мной Иисус Христос, который дарует вам спасение по вашей вере. Я вас очень люблю. Огромное вам спасибо, что вы выслушали меня. Я надеюсь, мы с вами продолжим этот диалог, потому что хотя вы и слушаете, а я говорю, я знаю, я надеюсь, что ваши сердца как-то отвечают на это. Помолимся. Ит гадальва ит кадашмей раба Да будет проставлено и возвеличено Твое имя, Господь. Отец Небесный, мы стоим пред Твоим лицом рабы Твои, ничего не стоящей, за которой была уплачена несоразмерная цена. Мы ничем это не заслужили. Просто по своей великой милости и по любви. Ибо так возлюбил Господь Бог мир, что отдал своего единого Сына, единородного, дабы каждый верующий не погиб. Доволь нам в жизнь вечную, Господь. Я молю Тебе, чтобы Ты даровал нам осознание величия того, что мы имеем. Не раз в неделю в воскресенье и даже не раз в день, когда нам плохо. И уж тем более не тогда, когда нам хорошо. Просто чтобы Ты стал каждой нашей клеточкой. Так как мы дышим, говорим в жестах наших рук, в улыбках, которые касаются наших уст, в открытости наших домов, объятий, сострадания и желания слушать, не потому, что нам в конце будет возможность поговорить, а просто слушать, потому что мы не можем не слушать, потому что мы любим друг друга. Больше любви, Господь. Я молю Тебя, Отец Небесный, дабы Ты даровал нам видение на каждый день, даже на каждые минуты, даже если жить нам осталось несколько минут, Господь, да будут эти минуты наполнены Духом Твоим и видением великим, которое Ты нам положил даже в эти три минуты. Я молю Тебя, Господь, чтобы каждый, кто взирает на наше чистое и непорочное житие, мог исполняться ревностью по Слову Твоему и по вечной жизни. Чтобы на нас сиял Твой крест и покаяние Господь было непринудительным, а то, без чего мы жить не можем. Чтобы мы бежали вперед к Тебе, спотыкаясь, падая, поднимая и падая ниц, не обязательно по коридору церкви, но в Своем сердце, Господь. И да, всегда, каждый день в Своем жизни. Каждый день в Своей жизни, Господь. Благодаря Тебя за великую и милость. Прости нас, Господь. Прости, Господь, что мы принимаем это как само собой разумеющееся, что мы завязли в правилах поведения вместо того, чтобы следовать за Твоим Духом. Мы завязли в рабстве самому себе вместо того, чтобы открыть свое сердце и видеть Тебя и призывать Твой лик, ясное лицо, каждый день в своей жизни. Прости нас, Господи, за эту рутину, за эту скуку, которую мы принесли, благую, радостную весть. И прости нас за то, что люди, взирающие на нас, пожимают плечами вместо того, чтобы бежать, сломя голову туда, где мы, потому что там Ты. Господи, дай нам это видение и дай нам желание следовать за Тобой во все дни нашей жизни. Да прославится имя Твое, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Да будет оно благословенно. Аминь.